Всем вассап, братва и сёстры, также гости канала, с вами Алисбро, и сегодня мы посмотрим игрушку под названием Milky Way Prime The Vampire Star. Любопытную визуальную новеллу, которая обещает генерация рандомной консоли, хоть как бы не прошел, а ты хоть, а ты не поймешь, вроде одно и то же, но должно быть любопытной. Подробное описание вы посмотрите в описании под видео, а я запускаю игру, начинаем, вот, я только первый раз запускаю, посмотрим, что она из себя представляет, будет любопытно, будем продолжать, нет, ну, значит, посмотрели и хорош. Справедливо, в принципе, говорю, справедливо, и кстати, молодцы, что побили рекорд по дизвайкам, это просто, да, дизвайковый рекорд побили, ровно трясатку наделали, за это время может уже продолжается обновляться рекорд на последнем видосе, подсказка, который выйдет в правом верхнем углу, или левом, если я не путаю. Ну, такое дело, житейское, ну и ладно. О, вроде закончилось. Предупреждение, в этой игре представлены абьюзи и другие виды на серии, а также, короче, игра в 18, 16+, как минимум, точно, если что, кому малше 16, не смотрите, а если вы еще есть эпилепсия, тем более, а то у вас будет кошмарить. В этой игре происходит автосейв, замечательный шейс автосейв, смотрим, ну и читаем. Пока прикольная такая атмосферка. Воу-воу-воу. Ля, книжечка прям вылазит. Классно. Так, переворачиваем страничку. Жил-был на свете юноша, восхищенный звездами. Он чувствовал с ним сильную связь и мечтал попасть в королевство, где бы он, наконец, был понят и принят. Однажды ночью, глядя на небо, свод, он заметил странный розовый свет во тьме. Ярчайшая звезда, та, что он любил больше всех, впадала на землю. Он бросился к этому свету, который превратился в розовую искру. Она приземлилась прямо в юноше в ладони, и он бережно держал её, будто это была хрупкая бабочка. Почему-то он и сам не мог объяснить, почему юноша заплакал, и слеза упала на этот дракосценный свет. Внезапно свет превратился в прозрачный пузырь, и из него появилась человеческая фигура. Это был мальчик, и он заговорил. И я принц Млечного Пути. Спасибо, что поймал меня. Я потерял своё королевство в результате заговора и предательства. Возьми меня за руку, и вместе мы спасём галактику. Юноша взял его за руку, и они вместе полетели сквозь Млечные Панеля Бесконечности. Вот такой рассказик. В виде книжечки предысторию так рассказали. И сейчас мы отправляемся с... Ух ты! Понятно, что мы в Токио где-то. Клая первая, Туманность. 10 августа. Работа как всё сделано. А, я ещё... Эм... Подожди. Я двигаю. Так. Вот уже сколько лет эта книга не отпускает. Будто я прикован к ней. Идеализировать свою жизнь. Вообще плохая идея. Почему так выходит, что мечты об избраннике, о возлюбленном, легко могут увести на тёмную дорожку? Мечты же должны возвышать душу, а не оборот. Эх, что ж. Ничто в мире не происходит беспричинно. Так, а можно... Ой-ой-ой. Алло. Это что такое? Надо очистить историю браузера. Немедленно. Фу. Удалил. Так, вырубай телефон. Чё-то было, а. Может, однажды я тоже смогу летать? Блин. У меня на самом деле нет причин ныть. Так. Опа. Хм. Шикарно у тебя хату, погоди. Это всё, что я могу сделать? Подожди. А, это что? А, пианику не дашь поиграть? Ладно. О. Вот это я. С третьим здоровым глазом. Я мальчик. В чьих глазах сверкают звёзды. Ага. Хе-хе-хе. А всё-таки я клёвый. Ну да, есть такое. Не переставай мечтать. Подожди секунду. О. О. Это чё такое? О. Музычка. Да. Прикольно. Прикольно. Тут уже дают небольшой выбор действия. Над этим стоит поработать. Ладно, поработаем. Так, подожди секунду. Правая дверь, левая дверь. Тут, по-моему, без разницы. Подожди, что у тебя ещё есть? Это что такое? Эй, детка, как делишки? Да ей нормально. Вселенная. Угу. Вселенная без картинки. Клёво. Жизнь звезды. Ух ты. Это чё, мне в будущем пригодится? Книжная полка. А, я это читал. Ладно. Да, я это читал. Закрой книжку, пожалуйста. Я уже читал про Милки Вейп Принца. Так, всё, больше ничего нет. Пошли в правую дверь. Тихо. Мне незачем выходить. А. В последнее время я так обленился. Так, значит, тебе не в правую, а левую дверь, да, надо? Ну, логично. Опа. Так, и гиена. А, стой, зачем я вышел? Давай, напряжу. Что это у тебя, парфюм? Ну, зубы почистим, я не знаю. Может, после ужина. После ужина. Они ещё здесь. Даже думать не хочу о том периоде старшей класса. Я рад, что больше мне это дерьмо не нужно. А чё ты его дома хранишь? А декалон? Вообще-то мне, в принципе, нравится мой нынешний естественный аромат. Окей. Бритва. Я на прошлой неделе брился. Всё равно нет никого, кому бы было дело дома и пушить в соси. Но, в принципе, в каком-то степени магично. Ой. Зашибись. Свет отключили. Действительно, зашибори, а. Свет отключи. Где кухня? О. Светло тут. Падающая звезда. О, время телескопа, смотри. Эм. Сегодня обещали метеоритный дождь. Но что-то ничего не видать. Действительно. А по ноли, пацаны. Ай-яй-яй. Воу. Хо-хо-хо. Чё так ярко пошло? Воу. Знаешь, тут смотришь на игру. И пытайся... Чё это? О. О. Звезда летит. Чёрт. Падающая звезда? Нет, блин, те глюки. Похоже, совсем близко. Блин. Нужно пойти посмотреть. О. Теперь, я вижу, тебе появился смысл выходить из... О, сохранение сработало. Воу. Это чё, направление, как летела звезда? Странно это. Будто какая-то внешняя сила тянет меня отыскать что-то. Да ты звезду идёшь искать. Похоже, история из этой книжки реальность началась уже. Типа магнита или некоего чистого первобытного инстинкта. И чувствую, как у меня руки дрожат. У меня как будто вся кровь прилила куда-то к икрам и осталась там. Затвердевая как сымен, так что каждый шаг даётся всё тяжелее. Что ж, идём дальше. Ну, погнали дальше. Ё-моё, куда она полетела, а? Да, вообще, что-то со звездой по-любому будет. Я уже долго иду. По-моему, я никогда не был в этой части города. Я почти не узнаю свой город. Не уверен, правда это из-за сказочной атмосферы или из-за моего психического состояния. О. Это всё-всё было предысторией. Вот и само название игры выскочил. Milky Way White and Shakes. А, это здание, походу, я думаю, на задании игры. А-ня, инверсионный след вёл прямо сюда. Хм? Магнитом, шули, тебе в здании, мать. Опа. Ля, красавец уже тут сидит. Ну, здоров. Че? 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 Парень? О. О. Он что, с неба упал? Я, наверное, с ума схожу. Да мы все с собой с ума сошлись. В смысле... Фак. Упс. Он плачет. И смотрит на меня. Эм. Три вопроса. Эм. Давай спросим логично. Тебе нужна помощь? Ну. Так он молчит. В смысле... Господи... Прости. Я не хотел показаться грубым. Извини. Боже. Его глаза просто... Ох. Так и притягивают к себе. Хм. Хм. Че-то я переживать начинаю. Сейчас начнется что-то. Ладно. Ой. Не переживай. Ты выглядишь так. Будто хочешь что-то у меня спросить. Ээээ. Хм. Тьфу, блин. Уверен. Я покраснел. Испотел к тому же. Какой же я отстойник. Да что со мной не так? Это... Ты принц Млечного Пути? Нет. Я не могу сказать. Это слух. За мной дурка выйдет. Почему ты плачешь? Я не хочу об этом говорить. Я хорошо умею слушать. Поверь. Да я просто не хочу никого вовлекать в свои проблемы. Я опасен. Иногда я чувствую то же самое. Серьезно? Конечно. По-моему это неотъемлемая часть жизни. У меня так с самого детства. Попробуем поотвечать в таком формате. Ну в смысле я не фрик какой-нибудь. У меня есть друзья, цель жизни и все такое. Просто мне не с кем. Им не удается установить прочные отношения. Эм. А? Действительно. Че? В каком смысле? Я уже недоумеваю. Да и к тому же. Дело не в том, что я эгоистичный или холодный. Это скорее связано с возможностью поделиться некоторыми аспектами моей личности с кем-то еще. Ты разговорчивый? Эм. Прости. То есть я хочу сказать, что чем ярче связать, тем она нестабильней. Наверное это Кавасана. Я правда тебя поднимаю. Хочешь чего-нибудь выпить? Эм. Ну конечно, давай уже бухать так по-черному. Еб твою мать назвать, че происходит. Мысли не... Фу, хоть не алкоголь пьем на это, спасибо. Молоко попьем, это точно. Молочка, это то, что надо. Он такой молчаливый. Он как будто под стеклянным колпаком. Как будто его окружает нечто невесомое. И оно защищает его нежную фарфоровую кожу. Обычно я чувствую настоятельную потребность нарушить молчание таких ситуаций. Особенно с незнакомцами. Но сейчас мне вообще-то довольно комфортно. Но мне все еще слегка не по себе. Но эта тишина проникает в мою душу, как немая колыбельная. Это вроде невидимой синергии. Звучит как музыка, но это некое иррациональное ощущение. В любом случае, надо его чем-нибудь поспросить. Не хочу показаться грубым. Как тебя зовут для начала? Хороший вопрос. Суне. Тебе... Тебе не получше? Эм, дорогой, ты отвечай. Тебе не получше? Он что-то... Ой, извини. В облаках сегодня витая. А тебя как зовут? Давай хоть узнаем имя главного героя. Нуки. Нуки меня зовут. Расскажи что-нибудь о себе. Нуки. Ну... Эм... Я играю на пианино. Первый пи-мал вкусный знакомств. У меня в аквариуме живет морская звезда. Я играю на пианино. Правда? Обожаю звук пианино. Мне всегда хотелось играть на музыкальном инструменте, но с течением времени я все больше убеждаюсь, что творить. Музыку уделали же богов. Мне тоже безумно нравится, как звучит пианино. Давай подмажемся, что еще делать. Пока подмазываемся. Не знаю, к чему ее идет, но это любопытная штука. Я действительно чувствую глубокую связь с ним. Думаю, это не просто форма самовыражения, как многие говорят. У нас скорее диалог с пианино. Я знаю, это странненько. Это ужасно мило. Ооо. У меня в аквариуме живет морская звезда. Походу все расскажу ему. Дома в смысле? Это вообще законно? Не знаю. А что, она незаконная? Чтоб жив, ты уверен? Вот это короче. Ого, круто. Это весьма необычный питомец. А она делает что-нибудь? Ну, она такая миленькая девочка. Миленькая девочка? Серьезно, ты так о ней говоришь? Я даже не уверен, что у морских звезд есть пол. Наверное, мое воображение, она такая. Ну и что мне тебе нравится? Ой. А ты знал, что морские звезды могут регенерировать конечности? Щупальца, хочешь сказать? Ага. Всегда хотел такую суперспособность. Вот бы так. Так, но для человеческой психологии травматических опытов. То есть, иногда я думаю, как было бы здорово, если бы люди могли быстрее восстанавливаться после всякой херни, которая с ними случается. Мы бы меньше друг друга боялись, меньше боялись причинить боль или наоборот помочь. Прости, я что-то-то замечтался. Да, странная мечта у главного героя, как вот этот мой собеседник. Если честно, я впечатлён. Расскажи ещё о себе. Всё-таки я и всё расскажу интересно. Впечатлился по нему и не скажешь. Он совсем безэпсомональный, но он же сам это и сказал. От его покоя я чувствую себя счастливым и уязвимым. Я влюблён в звёзды, впервые пью... Влюблён в звёзды. Не хочу промоку. Ну, наверное, самое важное обо мне, это то, что я очень сильно угораю по астрономии. Звёзды меня восхищали с самого детства. Когда я смотрю на них, я будто смотрю на прекрасное королевство, в котором однажды, надеюсь, побывать. О, твои глаза сейчас серебрятся искрами. По-моему, звёзды и так неотделимая часть тебе. Хм. О. Эм. В смысле? Боже, я не знаю, что со мной, но ты будто бы вообще не из этого мира. Я будто чувствую твою душу, и я... Блин. Я просто хочу сказать, что ты особенный. Ты звезда. Нет. Возможно, в прошлом. Очень давно. Ты принц Млечного Пути. Ты знаешь, что некоторые звёзды, свет которых мы видим, уже мертвы? Возьми меня за руку, и вместе мы спасём галактику. Он такой... Чё? Ой, извини. Я прихренел с того, что ты сказал. Ой, как не вовка. Я поперкнулся. Точно. Принц Млечного Пути испалился. Боже, это из-за меня? Нет, нет. Да, да. Фу. В любом случае, не переживай. О, нет. И на твою рубашку попало. Серьёзно? Ничего страшного. Дома постирается. За мной уборная вон там. А. Всё. Сохранение пошло. Ладно, друзья. Думаю, для обзора. Думаю, хватит с головой. Это всё. Если вам понравилось это видео, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, делиться видео с друзьями. Пишите в комментариях, как вам эта игрушка, стоит продолжать или нет. О. Мне очень будет интересно узнать ваше мнение по поводу этой игры. Ну а с вами был Алисбро. Желаю всего самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok До встречи и бай. Бай.